Привет, привет, привет! Я утречком приехал на работу в ту ванну, в которую я кладу плитку в душевой кабине. Вчера я здесь поработал, но не сделал видео, не сделал съемку. Потому что камеру забыл. Сейчас покажу, что я здесь вчера натворил. Выдолбил нишу для мыла и шампуня. А здесь будет полочка, еще одна, может быть повыше, может быть пониже, еще определимся, где. Не обязательно она должна быть симметрична. И сделал первый ряд весь. Первый ряд. Все это там подпиливал, подрезал, подтачивал. И сделал бордюр. Бордюрчик. Только верхнюю плиту поставил, потому что когда верхняя плита уже затвердела, тогда можно будет боковинки подделать. Вот здесь расстояние большое получилось, потому что выходил заподлицо с этой вот дверью. Ну, сюда, наверное, еще одну четверть дурачка этого цементной плиты наклеим. Дурак фирма называется, поэтому он называет дураком. И сегодня я иду, ну, надо еще в угол закончить, да, вот эти вот края. Посмотрю, с чем я сейчас буду заниматься. Или закончу весь низ, чтобы у меня низ стоял. Закончу здесь возле ванной. Разберусь с той плиткой. Самая такая сложная плита будет, длинная, и буквой Г как бы не треснула. И пойду дальше. Сейчас еще намажу этой красной фигней. Возможно, что-то начну тоже здесь делать сегодня. Ставим лайки, подписываемся, зовем друзей, и возвращаемся на канал для просмотра будущих видео. Вечером сделаю очередную съемку. Дело к обеду, работа идет. Давайте посмотрим, что я сделал. Покажу, похвастаюсь. Может, кто-то подчеркнет для себя новенькое. Так, утром я вам показывал, да, здесь я все закончил. Первую плитку закончил. Изнутри, кверх ногами посмотрите, да, тоже все закончил. Здесь не длинные, а грызками сделал. Это невидимая часть. Так, я два ряда закончил. Вырезал букву П кверху ногами. Сделал полочку. Клей подсыхает. Пришлось нарастить мне стенку заднюю. Это одна четверть цементной плиты. Тоже, как плитку, приклеил на клей. И бока маленько подмазал. Здесь были заглубления, да, видите, здесь углы не острые, чтобы не проваливалось плитка в будущем, когда буду клеить. Сейчас тряпочкой все протру. Клей закончился, я его просто сюда измазал, потому что стал сохнуть. Я его оставлю. А боковушки буду делать попозже. Здесь все свеженькое, чтобы не провалилось. Здесь уровень, сток и горизонт. А если сюда поставить сразу плитку, здесь будет полочка, то это начнет давить, и моя первая полка уйдет из уровня. Так, здесь мы с вами закончили. Сделал сложную плитку, вырезал. Подошла не с первого раза. Пришлось ее здесь маленько подточить, не поднималась вверх. Остальное все подошло сразу. То есть я ее вырезал, замерил, сразу идеально. Но в чем еще есть недостаток? Видите, щель побольше. Здесь или эта плитка маленько выше, но незначительно. И пластику ванны еще идет вниз. Он не идеально ровный. И я здесь поставил просто одну восьмушку, 3 мм спейсер. А если делать идеальную, то получается здесь большая щель, а там будет нормальная. Но щель на ванне она виднее. Она намного виднее. Сейчас она идеально ровная идет. Одна восьмая инча. Это одна восьмая дюйма по-русски или же 3 мм. Тот шов маленько побольше. Но он там так и останется. Я следующую плитку положу уже нормально с небольшим разбегом и пойдем дальше. Так что когда вот так сверху стоишь увеличенную щель не видно. А когда еще затирка ляжет то вообще сгладит все. Еще могу показать что две плитки рядом стоящие не трогал не резал. Видите здесь пришлось бумажку подкладывать даже. И здесь бумажку подкладывать потому что она намного короче. Видите шел 10 пошел поменьше. Но я ее перепиливать не стал потому что я с этой плиткой провозился. У меня пила не такая которая там как чапсо маятниковая пила. Обычный стол с диском. Поэтому я перепиливать не стал. Да и плитки у нас дефицит. Осталась одна коробка и я из этой коробки уже одну плитку вытащил. Как раз на эту букву Г возле ванной. Я ее уже 100 использовал. здесь у нас сейчас дилемма какую ставить бордюр делать. Была идея 6 ничей вот такой высоты. Но попадаем смотрите как мы попадаем. Такую бордюринку внутрь сюда уходит а здесь такую ерунду делать не прикол. Вот из этого полотна будем делать бордюр. Еще не говорил не предлагал я здесь один никого нету пока уехали за едой уехали. Вот чисто эту полоску делать. Два кубика то есть кубики снизу и кубики сверху и вертикальные будут горизонтальными белыми белыми и коричневыми. Вот такой вариант и оно подходит все подходит по высоте смотрите все будет нормально даже если у меня здесь будет типа верхняя крышечка пересекать то это ерунда вообще вот так сделать и здесь будет полукруглый такой вот сделанный и будет пересечение небольшое это уже ерунда по сравнению с тем что вот здесь будет такая палочка везде идти сразу будет видно что какая-то ботва все оставайтесь на связи я иду дальше